Всем привет! Смотрите как исправить ошибку Windows не может открыть папку. И как ее открыть? Как восстановить данные с этого каталога? При работе за компьютером часто встречаются случаи, что при попытке открыть папку на компьютере с операционной системой Windows, система выводит сообщение о том, что Windows не может открыть папку. Дайная ошибка может возникать при открытии обычного каталога или после извлечения каталога из архива. Далее в видео рассмотрим несколько способов, как в результате открыть данный каталог и как достать с него файлы. Есть несколько распространенных причин, по которым появляется такая ошибка. К примеру, это может быть проблема с путем доступа. Возникает при перемещении папки. При запуске программы или ярлыка приложение или служба перестает функционировать, поскольку путь к данному каталогу уже не действителен. Поврежденный архив. Архив или извлеченная из него папка могут не открываться, поскольку они были повреждены. Повреждение архива может быть по разным причинам. Ошибка при сжатии папки, при выгрузке или загрузке архива. Повреждение может быть вызвано ошибками диска при резком закрытии приложения и т.д. В результате ограничения прав пользователя. В используемой учетной записи нет прав доступа к определенному каталогу, вследствие может возникать такая ошибка. Неподдерживаемый формат архива. Windows поддерживает создание и чтение zip-архивов, но она может не поддерживать определенные методы сжатия или уровни шифрования, которые используются другими операционными системами и сторонними программами. При этом может выводиться такое уведомление. Неисправность диска. Проблемой в работе жесткого диска может стать причиной данной ошибки. В таком случае заметите, как изменится скорость чтения диска. Система может зависать при открытии файла или конкретной папки. В результате повреждения секторов не удается прочесть файлы. Зачастую суть проблемы можно узнать по коду ошибки. Обратите на это внимание. Проанализировав причины, можно сказать, что случаев, по которым может возникнуть ошибка, довольно много. Поэтому нет одного универсального метода исправления. Следующие действия должны вам помочь. Первый из методов – запуск утилиты чек-диска. Утилита проанализирует диск на ошибки и при наличии исправит их. При передаче больших объемов данных могут возникнуть проблемы, приводящие к ошибкам в файловых таблицах. С помощью этих таблиц система отслеживает местоположение данных на диске. Инструмент чек-диск поможет исправить ошибки файловой системы. Например, если вы не можете открыть папку загрузки, это может быть связано с ошибкой каталога, которую способен исправить чек-диска. Откройте командную строку от имени администратора и выполните команду чек-диск. Также команде нужно добавить следующие атрибуты. Здесь нужно указать букву диска, на котором возникли проблемы. После проверьте наличие ошибки. Если папка была скопирована с другого диска или компьютера, она по-прежнему может сохранять атрибуты управления доступом, заданные еще исходящим компьютером. Также и папки извлечены из архива. В таком случае при попытке получения к ней доступа со своего компьютера доступ может быть ограничен. С помощью PowerShell вы сможете изменить атрибуты и получить доступ к папке. Откройте PowerShell от имени администратора. Введите команду. Здесь укажите путь к доступной папке и в конце путь к папке, к которой нет доступа. Данная команда скопирует атрибуты доступа доступной папки и присвоит их каталогу с ограниченным доступом. Также подобная ошибка зачастую возникает при повреждении или отсутствии соответствующих системных файлов. Для ее исправления потребуется восстановление таких файлов. Утилита SFC поможет найти и заменить поврежденные системные файлы из сохраненного локального кэша. Еще она поможет исправить поврежденный системный диск. Запустите командную строку от имени администратора и выполните следующую команду – SFC Scan Now. Дождитесь окончания процесса. Возможно система попросит перезагрузить компьютер для завершения исправления. После загрузки системы проверьте наличие ошибки. Еще один из способов исправить проблему – скопировать папку на другой диск. Перемещение папки на другой диск или раздел может помочь решить проблему с доступом, особенно если проблема связана с текущим местоположением папки на вашем основном диске. Скопируйте проблемную папку на другой диск или раздел. Для этого кликните правой кнопкой мыши по папке и выберите «Копировать». Затем перейдите на другой диск и снова нажмите правой кнопкой мыши «Вставить». А после откройте ее с нового местоположения. Если папка открывается без проблем с другого диска, возможно исходный диск имеет проблемы, требующие диагностики и исправления. Также проблемы с доступом к папке могут быть вызваны вирусами или другими вредоносными программами. Сканирование на наличие вирусов и удаление вредоносных программ поможет восстановить нормальный доступ к данным. В операционной системе Windows есть встроенный антивирус Windows Defender. Он предоставляет надежную защиту, но прежде чем сканировать папку, вы должны быть уверены в его обновлении. Для начала рекомендуется обновить систему, чтобы убедиться, что ваш антивирус обновлен и имеет свежую базу. Откройте «Параметры», «Обновление Windows». Проверьте наличие обновления и установите их. Далее откройте проводник и перейдите к папке, которую нужно просканировать. Кликните по ней правой кнопкой мыши «Сканировать с Windows Defender». В результате антивирус просканирует папку и поместит зараженные файлы в карантин или удалит их. Если получить доступ к папке не удалось, воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman Partition Recovery. Hetman Partition Recovery – профессиональный инструмент, который поможет не только для получения доступа к папке, а еще и восстановить удаленные файлы. Поможет при случайном удалении, форматировании или очистке диска. Просканируйте диск и вы сможете достать из него нужную информацию. С ее помощью вы сможете восстановить файлы из проблемной папки. Поддерживает большинство известных типов файлов и файловых систем. С ее помощью вы сможете восстановить архивы различных типов. Загрузите, установите и запустите программу. Далее в главном окне выделите диск, на котором хранится проблемная папка. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите открыть. Далее укажите тип сканирования. Быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. В результате программа мгновенно просканирует диск и отобразит все найденные файлы. Далее нужно лишь отметить то, что нужно вернуть и кликнуть по кнопке «Восстановить». Выберите путь, куда сохранить файлы. И нажмите еще раз «Восстановить». В результате все файлы будут лежать в указанном ранее каталоге. В случае удаления, если программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню, кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите повторный анализ. Далее полный анализ. Укажите файловую систему. Дождитесь завершения анализа. Это может занять некоторое время, в зависимости от объема накопителя. По завершении выделите нужные файлы и восстановите их. Если вы обнаружили, что диск находится в нестабильном состоянии, при его чтении система зависает, рекомендуется снять его образ. А затем производить сканирование с образа. Программа позволяет снять побайтовый образ вашего диска. Кликните по накопителю правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить диск полностью», «Далее» и укажите место, куда сохранить образ. Свободного места на диске должно быть достаточно для сохранения образа. Проверьте его объем перед сохранением. Далее вы сможете загрузить образ в программу и выполнить поиск файлов с образа. Нажмите вверху «Монтировать диск» и укажите путь к образу. При архивировании файлов с помощью сторонней утилиты операционная система может не открыть его, так как при добавлении файла в архив может использоваться неподдерживаемый метод сжатия. В таком случае нужно воспользоваться программой, которая поддерживает данный формат. Скачайте сторонний архиватор, к примеру 7-zip. С его помощью откройте архив. Далее отметьте нужные файлы. Правой кнопкой мыши «Извлечь». Укажите место для извлечения. ОК. Определить с помощью какого программного обеспечения можно открыть ваш архив можно по расширению файла. При поиске программы в описании проверьте поддерживает ли она данный формат. Итак, мы рассмотрели несколько методов, которые должны помочь открыть папку или архив при возникновении данной ошибки. Если инструменты системы не помогли получить доступ к файлам, воспользуйтесь сторонними программами. Существует множество надежных приложений, которые могут справиться с проблемами доступа к данным, включая специализированные утилиты для работы с архивами и восстановлением файлов. А на этом все. Надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok